Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. А мне написали к тому видео, где я показывала, что я проращиваю пшеницу, чечевицу, сою, рассказывала, как это делать, потом пошагово показывала, как они у меня проросли, да и сейчас тоже у меня всегда растут лук-порей, морковка, ботву я обязательно использую во всех салатах, ботва свеклы, обязательно просто лук репчатый, в общем, у меня всегда целая симфония овощей, которые очень хорошо участвуют во всех моих салатиках. И вот мне написали и заинтересовало девушек наших, почему проростки так полезны. Конечно же, биохимический состав пророщенных зерен, он просто удивителен. Там есть буквально всё, всё, что нужно для человека, причём в живом, в живом состоянии. А главной чудесной особенностью является тот факт, что это, ещё раз говорю, живое. Это не просто чудесная особенность, это необходимое питание для человека, именно не столько сухое, консервированное, сколько живое, только что собранное. Вот так вот. Живые организмы. Почему мы выращиваем пробиотики, делаем имбиротерапию? У меня много видео на эту тему. Всегда, девочки, мальчики, кто смотрит меня, смотрите видео внизу по ссылочке. Это как дополнение к тому, что я говорю. Там будет обязательно показано что-то, как это делается. Имбиротерапия – это пробиотик. Самый настоящий пробиотик. Сейчас и свеклы пробиотики буду делать. Кефир домашний – это пробиотик. Но берём молоко. Ну, я на козьем молоке делаю кефир. Одну ложку туда. Да, имбиротерапия – всё. Завтра, послезавтра уже кефир шикарный. В тёплом месте, если постоит такое молочко. Пробиотики свою работу знают. Вот. Да ещё и с такими витаминами от имбиря. Так что, дорогие мои, вот это живые организмы. И они как бы пребывают во сне. Биологические процессы в них не идут. Но при попадании в благоприятные условия, каждое зёрнышко, оно способно вырасти в огромное, по сравнению с ним, с самим растением. Вы только представьте себе, какими запасами, да, как бы скажем, законсервированной энергии, вот это запасы должны обладать зёрна. Как много сконцентрировано в них живительной силы, мощи вот этой, которая начнёт в нас развиваться. А теперь подумайте о том, что все эти концентрированные запасы попадают к вам в организм. В организм ваших деток, родных, близких. И начинают работать. Какие зёрна использовать? Проращивать можно зёрна практически любых растений. Я вам говорила, что я проращиваю даже зёрна кинзы. Вот этот кориандр в пачечку кладёте и супер! Столько там витамин. Дальше. Ну, понятно, что зёрна пшеницы проращивают, да? Это рожь, овёс, ячмень, бобовые растения, фасоль проращивайте, чечевицу, сою. Недавно показывала, как я сою проращивала. Например, проростки пшеницы и ржи, они способствуют нормальной работе мозга, нормальной работе сердца. Они улучшают состояние кожи, волос. Там есть аевит, то, что отвечает за молодость, за красоту. Проростки подсолнечника. Делайте, делайте, они что делают? Проростки подсолнечника. Нормализуют кислотно-щелочной баланс. Укрепляют нервную систему, способствуют сохранению хорошего зрения. Проращивайте семечки, проращивайте. Чечевица, она полезна для крови. Она ускоряет процессы выздоровления. А соя, про сою я всё рассказывала. Нормализует обмен веществ. Избавляет от излишков холестерина. Способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. И нормализует работу печени. Это так. Я вкратце собрала, чтобы быстренько вам выдать информацию. На вопрос, какие и как они полезны. Насколько и зачем. Вот это так, чтобы быстренько. Потому что вы мне написали, почему проростки так полезны. Какие проростки. У меня столько видео по проращиванию. Я показываю, как я проращиваю. Ну вот так как бы я собрала вам несколько вариантов. И выращиваем сами, друзья мои. Не покупайте в магазинах обработанное. Вы не знаете, как их проращивают, какие руки, что, где и как. Семена не должны быть кормовых сортов. Вот это вы точно должны знать. И подвергнуты химической обработке. Потому что кормовые сорта, как правило, подвергают химической обработке. Где же приобрести такое зерно? Часто меня спрашивают. Я не знаю, где у вас. У нас это на центральном рынке. Там в конце, где продают растения. Не с центрального входа, а с другого входа. И вариантов. Вот что хотите там. Соя, фасоль, чечевица, пшеница. Все, что хотите. Я думаю, что у вас тоже есть такие рынки. У нас выбор богатый, потому что сельскохозяйственный у нас район. У нас регион сельскохозяйственный. Тут нету двора, где бы не выращивали, где бы не держали скотину, где бы здесь не занимались землей. Здесь просто нету таких. Выезжаешь только за город. Все. И те, кто в городе живет, имеют дачи, участки, и они там, ну, просто пашут. Пашут. У нас нету вообще так вот, чтобы заброшенный дом. Нет, у нас каждый кусочек земли сразу и есть хозяин. Даже есть люди, которые арендуют землю. А есть люди, которые, например, вот рядом живет сосед у меня. И дача у него. Он уже не приезжает туда 300 лет. А кусочек земли, который у него, женщина много лет арендовала, чтобы выращивать что-то. Вот такие вот вещи. То есть у нас нет проблем найти зерно специальное, или там сою, или чечевицу. Это все есть. Самый простой способ. Это возьмите семена злаков, емкость, в которой будете их проращивать. Кусок марли и зерно тщательно промойте в чистой воде обязательно. Заполните банкой на одну треть. Заливайте воду так, чтобы верхние зерна были слегка покрыты ей. И накрывайте марлей. А еще лучше я кладу, например, если это соя, в как бы дуршлаг у меня такой пластиковый. И еще в одну емкость. У меня есть видео подробное. Взбрызгиваю. Ну, первый день покрываю водичкой полностью. Оно чуть-чуть набухает. Промываю на следующий день. Снова покрываю водичкой, сливаю. Потом просто взбрызгиваю. У меня есть подробное видео, посмотрите. А вот это просто зерно, если зерно, промойте в чистой воде, заполняйте баночку на одну треть. Заливайте водой, чтобы вот верхние зерна были слегка-слегка покрыты ею. И накройте марлечкой. Буквально через день зерна набухнут. Еще через один появятся вот эти вот проклюнутся маленькие беленькие такие проросточки. И потом, внимание, употреблять в пищу зерно следует тогда, когда вылупившиеся беленькие проросточки достигают размеров 2-3 миллиметра. Вот тогда там наиболее сконцентрированы все полезные вещества. Как их едят? Этот продукт просто невероятно экономичен. Проростки не нужно чистить. Не нужно резать. Как-то обрабатывать. Они полностью готовы к употреблению. Суточная доза 50-60 грамм. Больше не стоит. Это примерно 4 столовые ложки в день. Вы можете в салатик добавлять. Есть, значит, наверное, лучше утром даже в кашку можете, вот когда вы заливаете овсянку. Я часто бывает бросаю ложечку туда сыну. В обед. Но ни в коем случае на ночь не кушайте их. В проростках заключено столько энергии, что вы просто не уснете. Поэтому утром для деток обязательно мозг будет работать отлично. Улавливать информацию в школе. Для тех, кто трудится, работает обязательно. Мужу своему, себе обязательно. Да вообще всем полезно. Вот. И начинать надо, конечно, по чуть-чуть. С одной чайной ложки в день. Затем увеличивайте ежедневную дозу. Ребеночку пол чайной ложечки. Ну, смотря каким деткам, там больше 6 лет лучше. Всегда консультируйтесь с доктором по поводу питания. Ну, если доктор что-то знает о проращивании, если он это практикует, он это знает. Если он это не практикует, не знает. Вот. И внимание, что проростки нужно тщательно пережевывать. Совершать 50-60 жевательных движений. Вспоминайте профессора Ивана Павловича Милма Вакина. Как он рассказывал, как надо кушать. Нужно тщательно пищу прям перетирать, измельчать. Это нужно для более полного усвоения всех веществ, содержащихся в этой пище. Ну, вот, пожалуй, все. И еще, чтобы вы не забыли. Запишите, что пророщенные зерна можно добавлять в любую обычную вашу пищу. Утренняя овсяночка добавьте туда ложечку. В салаты добавьте, типа как орешки. Вы же орешки в салаты добавляете? Я, например, добавляю семена льна, добавляю. Вот добавьте пророщенные семена в супы, добавьте. Вот супчик положили и положите туда немножечко пол чайной ложки пророщенных, там, я не знаю, или сою, или пророщенные пшеницу, любое зерновые. Или зерновые, или не зерновые, неважно, любые проростки. Посыпать ими горячие блюда. Можно соусы, конечно. Из проростков можно даже готовить напитки. Делаете плов? Добавьте. Делаете гречку? Добавьте. Делаете булгур? Добавьте. Сейчас вы скажете о макаронах. Макароны вообще не употребляйте. Выбросите. Макароны не надо. Рис пореже, и то только коричневый или пропаренный. Вот, в нём меньше всего крахмала. Макароны, рис, картофель, королева Англии не ест, дорогие мои. Вы же знаете, кто смотрит мои видео, чётко знает, что картофель превращается в организме, в крахмал, и тем самым крахмал превращается во что? В сахар. А сахар – это благоприятная среда для бактерий. Они вам скажут спасибо. Вот вам и гриппозные все эти состояния. Оэрви, шмоэрви. Вы их называйте как хотите. На самом деле там бактерии размножаются, им хорошо, и детки болеют, а вы чаще жарьте картошку. На самом деле избавляйтесь. Избавляйтесь от этого. Уже вы всё это знаете. К этому вы пришли, вы и с помощью мудрости какой-то дошли, с помощью информации. Вы большая умница, то, что вы слушаете, то, что полезно. Вы не слушаете, где мат, где сплетни, где обсуждают, кто в чём оделся, кто в чём вышел, зашёл. Там эти все свои походы, поездки на яхтах, на Роллс-Ройсах и прочее. Хотя кто там на Роллс-Ройсах ездит? Ну, неважно, в общем, на Бентли, Шментли и прочие всякие рисовочки. Они нам не нужны. Нам нужна истинная, качественная, королевская жизнь. Ведь мы с вами, в отличие от них, мы с вами дочери, царя царей, а потому и сыновья, а потому и еда у нас должна быть царская. Царя царя, понимаете? Ну вот, друзья мои, наверное, я сказала всё, ничего не забыла. У меня план, я обычно по плану раз-раз-раз что-то вылетает. Отвлекаюсь. Наверное, всё. А ещё знаете, что можно делать? Сок из проростков пшеницы. Его можно изготовить, знаете, размалывать побеги пшеницы в миксере с небольшим количеством воды. Скажем так, молочко из проростков пшеницы. Вот это такая вещь, бесподобная для организма и для мужчин, и вообще для всех. Вот. И если же размолоть с водой горячей и добавить туда немного сливочного масла, соли и специи свои, да, которые мы сами делаем, то получится очень полезный, питательный, скажем так, зимний суп-пюре. Вот попробуйте. Но теперь, по-моему, я всё сказала. Я люблю вас. Пока-пока. Будьте здоровы. Пусть Бог благословит вас и ваших близких. Пишите, ставьте лайки и оставайтесь со мной.